так друзья всем доброго времени сегодня у меня огородный день начинается с утра увидел в окошко сидит точнее не сидит пришел бешкин внук он на месте не сидит ходит кругами здесь улегся пошел в траву туда иди со своей подружкой они вдвоем так жалко идите давай иди и ты тоже иди ешьте я сейчас я отхожу это ешь ешь ходющие вот это бешкин внук с пиратом а вон то щенок которого помните подбрасывали мне к этому вся в клещах было крыл воротам вот я снимал эти клещи клей клещи с нее откармливал хантка потом жирненько было потом пропали не было их периодически прибегают вот когда вижу я кормлю я друзья не кормлю знаете как там одна тетя написала специально для камеры ну вот я сегодня до снял увидел думаю снять вам показать вчера не кормил не было их не видел позавчера кормил и вот когда вижу кормлю но не всегда когда вижу снимаю так ладно в общем друзья всем спасибо за советы по поводу лестнице как решить эту проблему накидали мне кучу ссылок на то какой длины где продаются лестницы подешевле тех что покажал в магазине но по отзывам вот эти чем длиннее лестница вот эта алюминиевая тем больше случаев в отзывах как люди падают с них особенно те у которых в районе там 100 с небольшим килограмм они хоть и пишут что до 150 килограмм лестница выдерживает но вот как раз таки очень много жалоб что лестницу купили человек там 105 110 килограмм полез и упал лестница сложилась и мне тоже предостережение понаписали в комментариях что еще высокостный год не закончился ну вы правы я тоже вчера подумал думаю с лестницы будет как-то опрометчиво потому что действительно вам не сотка и было бы глупо здесь 8 метров а лестница должна быть еще длиннее такой вес 100 килограмм на алюминиевый такой вот длинные планки конечно такое себе в общем сегодня у меня друзья сейчас утро сегодня мне посмотрел погоду ночные морозы идут там до 8 градусов перед отъездом на юг присыплю все розы но не все вот эти вот ну все да все земля у меня есть я специально ездил покупал пушистую перемешаю ее немножко с опилками и своей огородной земли достану в прошлом году то же самое делал в позапрошлом году тоже самое делал вот и при таком способе укрыва когда просто землю так присыпаю чтоб эти кончики торчали стволиков вот такой вот на где-то на две-три лопаты значит падеж рос сахара сократился в разы потому что когда я розы укрывал прямо прям укрывал наверное погибали по три по четыре куста пришлось до приходилось досаживать вот поэтому перестал вот это вот укрывательством заниматься стал ну потому что у нас бесснежные зимы 1 укрываю не укрываю в минус 20 при сильном ветре все задувается равно выдувает все это нужно целые теплицы городить чтобы но бывает и жаркое время у нас и плюс 15 и эти теплицы превращаются в парники в которых розы сприваю то потом в минус 20 перепады и все розам хана вот а весной потом не знаешь как когда их открыть чтобы они не не успели запреть и погибнуть а когда под открытым этим просто земля она от ветра ледяного закрывает вот ну а при минус земле все равно он же не может быть минус 30 земле земля замерзла она минус там один при минус один розы нормально зимует а макушки конечно при минус там 20 открытые при сильном ветре они конечно вымораживаются в общем хочу объясняю вам вот уже две зимы так делал и нормально две или 32 наверно вот сегодня тоже это сделаю по поводу наряда сказали что надо вот именно 25 декабря наряжать елки почему-то вот что-то где-то там с чем-то связано в общем да будем 25 наряжать елки перед новым годом по поводу мишуры гирлянды еще пока но не знаю друзья я честно не особо что-то как-то вот как буриданов осел между двух стогов сена вот не знаю так чего не там поели ложечку надо забирать поели я я специально друзья езжу в магазин покупаю корм все вот они поели и всех и где они ушли вот теперь дня два их не будет так меня там масямбо ждет оба так что сегодня у меня день огородных дел день огородных дел розы ту я уже сказал что две вот укутал одно оставлю для эксперимента и посмотрим весной стоит она того или нет до беседку украшу конечно гирлянду повешу обязательно птички весь стол мне загадили тихо сегодня сегодня тихо этот оставляю на 1 на закуску друзья хмель этот до сиран до весны с ним никуда он не денется до весны никуда не денется здесь у меня трава прикрывает розы но все равно подсыплю чуть-чуть по поводу у нас южном регионе друзья по поводу полной обрезки у нас разнятся одна часть людей обрезает прямо специально спрашивал узнавал смотрел одна часть прямо обрезают все вот это укутывает укладывает это а другая часть вообще этим не занимается оставляют все до весны вот то что весной остается вот начинает почки до туда обрезают и причем стоят такие вот толстые прям уже стволы плетистых розы сейчас про плетистые розы говорю про плетистые так ладно позанимаюсь немножко